Кажется, эта тема в народном творчестве не иссякнет никогда. Благодарность предкам можно выразить даже в Гобелине. На работе Ольги Мориной русские березы исписаны именами влюбленных, чувства которых растоптала война. Здесь изображены березы, опаленные огнем. Главный центр нашей композиции – это шар, обожженный огнем. Это то есть военный период времени. Мои прадеды воевали. Мне хотелось как-то запомнить, вспомнить эти моменты. Это наша история, и нельзя об этом забывать. На выставке представлены работы мастеров со всей области. Участие приняли и организаторы, сотрудники Дома народного творчества. Светлана Бугорская с дочерью Маргаритой создали целую экспозицию из семейного архива. Письма, личные вещи и фотографии своих героев. Кимнастерка, к сожалению, не настоящая, немножко инсценированная, потому что то сокровище я один раз для старшей дочери приносила в школу и показывала его во всю очередь сюда. Я, честно говоря, без витрины такое достояние не оторвала. Выставка посвящена 75-летию Победы. Организаторы готовили ее почти год. Получилось масштабно. Три зала уникальных экспонатов. Отрадно, что очень активно наши мастера отозвались, откликнулись. Более 300 работ здесь собрано, причем работы в разных жанрах, в разных стилистиках. Это где-то 200 участников. К юбилею Победы Дом народного творчества готовят и другие проекты. Парад духовых оркестров, фестиваль ветеранских хоров. Эта выставка продлится до 9 января. Вход свободный. Юлия Матвеева, Сергей Малеев. События дня.